Когда наконец откроется второй клуб? Сколько мы заработали за последние два месяца? И что за секретная комната, которую я вам еще никогда не показывал? Она находится здесь. Все расскажу в этом ролике. Сейчас у вас на экране последние 50 подписчиков моего телеграм-канала. Подпишись на него, чтобы попасть в следующий ролик. Наш второй кибер-клуб готов на 80%. Нам осталось дождаться всего лишь на доставке кресел. И можно запускаться. Но у меня есть фрагменты, как этот клуб выглядел месяц назад. Но полноценную готовность, прям открытие, я покажу уже в следующем ролике. Но не сегодня. Мы сделали покраску всех стен. Поставили стеклянные двери, о которых я говорил в прошлом ролике. Уложили везде плитку. И даже сделали на процентов 70 туалеты. Если что, сейчас я нахожусь на территории, которая была для вас максимально не готовой. Вот как это было в прошлом ролике. Поэтому давайте посмотрим, что у нас есть сейчас на этот срок. Стеклянные двери в каждую комнату. То есть, как я вам уже рассказывал, здесь будут комнаты для двух компьютеров. Закрытие и открытие. Вот, работает. Да, мы сделали стеклянные стены в комнатах. Это дает немного дороговизны и плюс визуального масштаба. Клуб становится чуть больше. Да, вы скажете, что эти стекла кто-то разобьет. Но, ну и ладно. Но они на самом деле не такие хрупкие, как кажется. Мы уложили ту же плитку, которая была в премиум-клубе. По цвету стен оттенок темнее, чем наш первый клуб. Блин, как я его стал сравнивать первый-второй клуб. Но мы пытаемся из первого клуба забрать лучшее и переделать то, что нам не особо понравилось. Стены были в том числе. Ну и очень важный момент. Плитка есть везде, но кроме одного места. Почему в комнатах-то нет? Все потому, что мы там будем делать ковролин. Он добавляет какой-то уют. Мне кажется, это работает. В общем, я надеюсь, что мы сюда сможем вернуться, когда здесь будут уже либо компьютеры, либо девайсы, либо мониторы. Я очень жду мониторы, потому что там будут HyperX Armada, которые я еще никогда не тестил в своей жизни. А они все на кронштейнах. Это классная фича. Кстати, те мониторы, о которых я рассказывал, они наконец-то приехали. И они на складе. 26 мониторов HyperX Armada 25. И честно, я поставил у себя дома этот монитор, и я очень доволен. Короче, мы с ними чуть-чуть договорились, но это не реклама. У нас было реальное условие. Если мне понравится монитор, работать больше не будем. Но он понравился. Но сейчас осталось протестировать, как они себя будут чувствовать в таком размере, в кибер-клубе. То есть у меня у одного дома может быть все окей. Но в клубе может быть нет. Так, а здесь у нас также хранится все то, что пойдет в компьютеры в Light Club. Это у нас Pure Rock 2. Кулер для компьютера. По клавиатуре там будет Dark Project. По мышкам Dark Project. По наушникам Dark Project. Все Dark Project. В общем, ждем следующий ролик, где я сделаю полностью обзор нашего второго кибер-клуба, который будет в категории Light. Напоминаю разницу про премиум Light. Light — это просто компьютеры и снеки. А премиум — это и бар, и кухня, и коляны, и так далее. Ну и, понятное дело, сам размер. Что мы сделали на Новый год? На самом деле много чего. Поставили елку, сделали новогоднее оформление на каждом компьютере. На ресепшене немного добавили новогоднего стиля. И запустили несколько акций. К примеру, при покупке ночного пакета дается в подарок клапсэндвич или бургер. Удваиваем депозит на баланс, если у тебя день рождения. И, понятное дело, не в этот же день, а за один день до и два после. Кстати, если кто-то из зрителей планирует посетить Грузию и, понятное дело, клуб, то вы можете это сделать с промокодом КИБЕР. Просто скажите на ресепшене это слово, и вы получите плюс один час дополнительно к вашему основному времени, которое вы купили. Мелочь, ну, приятную. Если мы заговорили о мелочах, давайте поговорим, что мы сделали из такого мелкого, но приятного. Насадки на джойстике. И, на самом деле, если я раньше думал, что геймпады это не настолько редкая штука, чтобы она бы ломалась, я ошибался. 13 гребаных штук мы выкинули на улицу, потому что они сломались. И у всех один тоже симптом. Джойстик всегда ведет налево. Когда ты играешь в FIFA и у тебя что-то происходит не так, как ты задумал в голове, конечно, это вызывает только агрессию. Поэтому таких клиентов лучше не видеть. Лучше сразу менять джойстики. Точнее, не джойстики, а геймпады. А на джойстике мы придумали насадки, потому что кто-то их жует, либо грезет, и у них пропадают насадки, которые идут с завода. И мы придумали систему покупать из Алиэкспресса вот такие вот интересные штучки, которые удлиняют жизнь этому джойстику, как будто на года 4 вперед. На эти насадки никто не жалуется, поэтому это и есть победа. Окей, про насадки мы поняли. Но что насчет другой амортизации в клубе? И она есть. Это коврики. Раз в полгода, оказывается. Ну, у нас они были из тканей Джаккар. Но сейчас мы поставили коврики такие же, но из полиэстера. И честно, по ощущениям он гораздо приятнее. Ну и плюс он быстрее. То есть реально все работает гораздо плавнее. Пока отзывы мы получаем опять же положительные, люди довольны. И если так будет продолжаться, это, конечно же, кайф. Кстати, люди, которые купили наши коврики на Джаккарде, скажите, пожалуйста, ваш фидбэк. Как вам он? В каком он сейчас состоянии? Нравится ли он вам? К примеру, у меня дома был Джаккард такой же коврик и с ним все окей. Но когда в клубе он постоянно трется, играет 2-4 на 7 на нем, то, понятное дело, он чуть-чуть быстрее будет пользоваться. Но вообще, проигроки меняют коврики раз в полгода. Кстати, поставьте лайк все те, кто ждет новой серии про клубок гораздо чаще. По количеству лайков я пойму, насколько эта рубрика желана. Однажды я встал около ресепшена и зачем-то его сфоткал. И увидел, насколько он пустой. Нет живности никакой, просто ничего. Какое-то стоит растение и пустые стены. И в этот же вечер мы поехали с партнером покупать новый телевизор. И посмотрите, как все изменилось. У нас слева рекламируется то, как мы что-то делаем. Какие-то коктейли, какая-то кухня. А справа акции и какие-то позиции с ценами. Это очень удобно, потому что человек, который стоит на админке, он часто ждет чего-то. И в этот момент он может засмотреться, поднять себе аппетит и что-то купить сразу на кассе. Но если у вас есть идеи, референсы, как можно улучшить админку еще раз, то будет классно их услышать. Конечно, мы добавили очень много снеков. И моментами кажется, что мы убиваем свою же кухню этим образом. Потому что зачем кушать нашу кухню? Зачем кушать бургеры, если можно поесть Принглс и получить такую же сытность? Что у нас еще изменилось? Ну, диваны, как я уже говорил. А все эти старые диваны, вы спросите, а что там в пластэшках? А в пластэшках новые диваны. От стены до стены. Просто воздушный диван, смотрите. Ну это же такой кайф. Он очень мягкий. Я уже на нем спал. Может поместиться 10 человек. Вместо 6, как было. Вот фотка, как это было. Не, не очень. За диваны нас хватит больше, чем за весь клуб. Вот люди, которые играли до и после, они прям все довольны. Что мы планируем добавить? Но до сих пор этого нет. Кнопки. Так, ну что ж. Вы сюда пришли. Сели. И внезапно захотели кушать. Появляется у вас сейчас на экране фоточка. Она уже тут, просто дверь закрыта, я не могу ее достать. Вы нажимаете на эту кнопку, и к вам приходит админ. Либо админ со счетом. Вот. И вам не придется делать очень много шагов. За счет этого должна вырасти выручка. Потому что так гораздо проще заказывать, как минимум. Физическое меню. Да, у нас есть сейчас на каждом столе QR-код. Вы можете отсканить и посмотреть, что у нас есть меню. Но мы придерживаемся такой политики, что если человек очень сильно хочет кушать, ну да, он отсканит, посмотрит, что у нас есть там. Но если он не особо голодный, он никогда в жизни не возьмет, не будет сканить наше меню. Зачем ему это? Он не особо хочет есть. А если на столе лежит физическое меню, но шанс того, что он рано или поздно просто откроет его руками, x10 больше. А шанс того, что он еще и что-то закажет оттуда, он гораздо больше. Потому что люди привыкли чупать эти меню в ресторанах, кафешках и так далее. QR-код это все-таки такая вынужденная мера, которая была популярна только после ковида. Драколур за миллион рублей, перчатки за 600, керабит за 200. И все это дело выгодно, потому что это на сайте Лискинс. Вы можете продать, купить скины из КС, Дота или Раста. Это реально классный сайт, которым я пользуюсь с 2017 года. Если у меня есть задача что-то продать, я пользуюсь именно этим сайтом и всем рекомендую. Правда, это без шуток. Если вы что-то продали, вы можете вывести на карту, киви, либо на крипту. Это очень удобно. А еще у меня есть специальное приложение. Вы можете использовать мой промокод, который вам дает плюс 5 долларов к продаже. То есть, если вы продаете скинов на более чем 100 долларов, вы получите гарантированно 5 долларов, если будете использовать мой промокод. Это делается во вкладке бонус 5 долларов. Все есть в описании этого ролика. Мы провели наш первый турнир по КС-2 в этом клубе. И скажу вам честно, мне он понравился. Но есть одна большая-большая проблема. В нем участвовало 40 человек. И вы скажете, да, это достаточно много. Тем более регистрационный взнос был 1000 лар с каждого. Ой, 1000 рублей. Но момент заключается в том, что из 40 человек 8 были мои друзья. Потому что не набралось нужное количество людей для турнира. Да, это грустно, это неожиданно. Потому что я проводил турниры и в России, и в Украине, и в Казахстане. У меня-то была там проблема, что было слишком много участников. А сейчас полностью все наоборот. Да, я могу предположить, что это потому, что здесь не особо развит киберспорт, не развитые турниры. И моя аудитория здесь всего лишь из канала 0,5%. То есть вся моя аудитория в других странах. Но это вызов. Это классный вызов сделать так, чтобы здесь бы играли на турнирах. Поэтому мы этим будем заниматься. И из-за этого я анонсирую прямо сейчас еще два новых турнира. По КС и по ФИФЕ. Если кто-то из вас хочет приехать и заработать, заходите в описание этого ролика и заполните две анкеты, которые там находятся. По ФИФЕ либо по КС. А сейчас объясню, почему вы можете там заработать. Потому что средний Элла на прошлом турнире был восьмой левел. Это очень странно. И как вы понимаете, если пришел бы какой-то сильный игрок, то он бы выиграл. И так и получилось. Пришел Джимка с Чехлом. Джимка это участник двух мажоров по КС. А Чехол это бывший проигрок из Питера. Вот они просто сели в команду и выиграли весь турнир. Заработали за 5 часов 400 долларов. Ну, кстати, следующий турнир я буду снимать на видео. Поэтому будет интересно. Это так странно, но за все эти ролики я вам ни разу не показывал дальнюю комнату, которая у нас есть. Она 100 квадратов. Ее не использовали, даже не ремонтировали, потому что мы не знали, зачем она нам нужна. У нас и так 750 квадратов, куда еще больше. И на самом деле это был правильный мув, потому что мы пока не смогли заполнить клуб полноценно. У нас максимум 50% загрузки каждый день. Ну, невозможно больше. Мы все больше и больше привлекаем трафика, людей и так далее. Но сложно. И мы решили, а что если отложить эту комнату на полгода и потом что-то сделать. И мы так и сделали. Но только для себя. Теперь у нас там огромная комната для развлечения. И давайте туда. Смотрите. Это та же самая зона. Вы здесь еще никогда не были. Слева, справа полстышки. А тут дверь стофонли. И давайте зайдем. Тут у нас сидит управляющий. Там у нас коляная. А здесь... Это чилл-зона. Сто квадратов. Ну, вся вот эта территория после двери. Это сто квадратов. Тут у нас теннисный стол. Стол для покера, шахмат, нарт и так далее. То есть, просто поразвлекаться. Это все для нас. То есть, тут нет клиентов. Мы играем и развлекаемся только стаффом. Я думаю, где-то через полгодика мы сделаем ремонт. И сделаем из этой комнаты хоть какую-то випку. Насчет меню. У нас много чего изменилось. Мы добавили тартар и его убрали. Потому что из всех людей, которые были в клубе, его заказывал только я. Ну и второй момент. Это дорого. Это сырое мясо. Не особо люди понимают, зачем его есть. И третий. Это то, что его готовить не так легко. Ну и хранить еще. В общем, много моментов лучше было бы его просто убрать. Также мы убрали бургер с курицей и со свининой. Вот не знаю, почему так получилось, но их никто не заказывал. Остался бургер только с говядиной. Но мы добавили крокеты, мексиканскую картошку, луковые кольца, грибной, тыквенный и томатный суп, борщ и пасту песта. А еще цезарь с креветками. И запускаем впервые десерт. Он нашего приготовления. И он называется шоколадный фондан. Смотрите, какой он красивый. О, шиш, бро. Смотрите, это кекс с мороженым. И внутри шоколад. Смотрите, какая красота. Ой, все, он выливается, горячий шоколад. Это очень вкусно, честно. Я его сегодня уже поел. У меня были эмоции прям феерические. Я поменял обстановку, а это означает, что мы поговорим о цифрах. И для этого я выбрал кабинет управляющего. Кухня. Мы заработали в июле 6 тысяч лар. В августе 12, в сентябре 12 900, а в октябре 14. У нас был рекорд. Но в ноябре и декабре по 12. Почему-то у нас все упало. Но не так сильно. Из интересного за все время мы продали 780 чикен роллов. Это как шаверма. Вообще в Грузии какой-то культ шаверм подобных блюд. Очень любят. Давайте посмотрим результаты года нашего управляющего. Посетил ноль режимов. КД-1. Забай на ноль. Он вообще не играет у нас. Посмотрите, какие итоги года у вас. А тем более, у нас скидка 24% на премиум и лайт подписку до 15 января. Если вы хотели активировать эту подписку, это хороший момент. Мы запустили наконец-то кофе. Как вы помните, я в прошлом ролике рассказывал, что я очень сильно его хочу. И мы сделаем его с сиропами. В Грузии найти кофейню с сиропами очень сложно. Не знаю по какой причине, но его как-то игнорируют. Это классный способ поддержания клиента. Ведь можно купить кофе у нас, а не в какой-то кофейне. А еще второй момент. Он набирается энергии, он может простелить больше. И третий момент. Это приятная маржа. Но это все-таки кофе. Сейчас у вас на крайней популярности кофе. И меня очень сильно удивил горячий шоколад. Почему он такой популярный? Если говорить про бар, то он плюс-минус живет, но как будто стагнация. В августе было 6500, в сентябре 7900, в октябре упали до 6, и еще на 5700 спустили в ноябре. И в декабре у нас хорошо 6700. В общем, непонятно, но он как-то стагнирует. Окей, живет, живет. Но самое главное, он в прибыли. Ну а сейчас давайте поговорим о самом интересном. Это о выручке нашего клуба за последние два месяца, который я не снимал. В среднем у нас планка 4 миллиона рублей. Мы не падаем, мы не растем. У нас реально каждый месяц одна и та же сумма. Мы знаем нашу проблему, мы плохо отрабатываем с кухней и с баром. Вот, если говорить про компьютеры, у нас там все супер. 60% всей выручки приходят оттуда. Но я скажу вам честно, 4 миллиона с одного объекта, именно в киберклубах, это очень много. Я думаю, есть чем гордиться. Это хорошая цифра, правда. Интересные факты. В среднем у нас засиживается человек на 2,5 часа и тратит около 45 лар. А каждый день у нас по 10 новых клиентов в клубе, которые приходят именно в компьютеры. В платсешн, к сожалению, мы это дело не записываем. Когда мы откроем киберклуб в твоем городе? Частый вопрос, а иногда это не просьба и не вопрос, а утвердительная просьба прямо сейчас открыть у него. Мы планируем начать строительство клуба с франчайзи уже к концу весны. Сейчас мы создаем базу знаний и самое главное, подбираем ту команду, которая будет заниматься франшизой. Если кто-то из вас, есть желающий, кто хочет открыть киберклуб CyberShop у себя в городе, вы можете написать мне прямо в личку Telegram по этому вопросу. Лично я вам и отвечу. Ну что ж, а в следующем ролике я вам покажу, как достроился наш киберклуб в спальном районе в категории Light. Будет полноценный обзор, поэтому подпишись на канал, чтобы его не пропустить. А если ты хочешь мотивации на ночь, то посмотри моё интервью с Карлсом. Это владелец организации G2. Очень мотивационно, прям респект. После этого проснётесь и будете прям хотеть работать.